Добрый день! В эфире программа «Тема дня» в студии Роман Беков. Ну что ж, тема военной ситуации на юго-востоке Украины до сих пор главного в наших СМИ. И она, конечно, затрагивает все регионы нашей страны, в том числе нашу Тверскую область. Наши тверские добровольцы принимают участие в этом конфликте. Наши волонтеры помогают местному населению. Конечно же, военнослужащие с территории Тверской области принимают участие в специальной военной операции. А еще там бывают и наши журналисты, в частности наш коллега, главный редактор нашего телеганала Дмитрий Нечаев. Дмитрий побывал на местах, что называется, боев, где в прямом смысле слова еще дымятся руины. Он лично видел все это своими глазами, он беседовал с местным населением. Он знает, то есть таким образом, остановку, что называется, изнутри, о том, что он там увидел. Каково его впечатление? Об этом мы сегодня и поговорим. Дмитрий, добрый день. Добрый день, Роман. Добрый день, наша уважаемая аудитория. Конечно же, телезрители интересуют, в качестве кого ты туда поехал. Как вообще это произошло? Сам ты выразил желание или предложили, скажем так? Желание у меня было изначально. Ты знаешь, что я делаю много проектов, в том числе и политических проектов. И колонка главного редактора многие смотрят, где я очень много внимания уделяю вот этой теме. Специальные военные операции, тому, как она воспринимается населением, населением, которое находится в материковой, так скажем, России, населением, которое находится на Донбассе, Луганске, Запорожье. Поэтому, конечно, эта тема сейчас номер один в нашем обществе активно обсуждается. И мне всегда хотелось, как говорится, своими глазами, чтобы не уподобляться таким диванным теоретикам и экспертам, да, хотелось, конечно, побывать там, как говорится, понюхать вот этого прифронтового воздуха, посмотреть в глаза людям, узнать, с какими проблемами они реально сталкиваются. Действительно ли все так, как показывают наши федеральные коллеги. И поэтому, когда у меня представилась такая возможность поехать туда с рабочей поездкой, я совершенно без колебаний, а даже наоборот с огромным энтузиазмом ухватился за эту возможность, поехал. Я сразу скажу, что поездка была такая, ну, конфиденциальная. И вот я не могу разглажать состав группы, с кем мы ездили. Ну, достаточно того, что я туда ездил. Я даже сразу скажу, что я не совсем в качестве журналиста ездил. У меня была там определенная миссия. Но об этом, там ничего такого инфернального нет. Но, как бы, об этом пока рано говорить. Будем считать, что больше, как бы, так волонтерское. В минуту время мы все узнаем, что называется. Узнаем, да. Но я, конечно, говоря, знаете, там, нельзя быть бывшим журналистом, да. Поэтому, конечно, этот дух журналиста, конечно, я был им обуреваем. И, конечно, я что-то снял. И вот сегодня впервые, наверное, в нашей программе те, кто смотрит ее по телевизору, увидят кадры, те уникальные. То, что вот мне удалось снять. Понятно, что полной свободы передвижений там не было. Что там по-прежнему работают диверсионно-разведованные группы. Там по-прежнему, ну, еще дымящийся в прямом переносном смысле регион. Но, тем не менее, что-то удалось. Я просто старался делать так, чтобы не досаждать тем людям, которые нас охраняли, и не досаждать тем другим участникам группы и не ставить под угрозу их жизни. Поэтому съемки были такие, ну, не полностью я был свободен в этом плане. А где ты именно побывал? Ведь все-таки Новороссия большая, от Донецка и до Херсона. Я побывал в нескольких регионах. В основном на территории Запорожья, так скажем. Был я в основном в относительно благополучном Бердянске, который неплохо, к счастью, сохранился. Был я и в почти уничтоженном Мариуполе. Все знают об этом городе действительно то, что я увидел. Вот, кстати, хочу сразу сказать, забегая вперед, что то, что показывают по телевизору, да, детально, да, показывают со всей полнотой наши федеральные коллеги. Но когда ты сам оказываешься вот в этом разрушенном, еще дымящемся городе, это совершенно другие ощущения, совершенно другое впечатление. Когда ты видишь, с одной стороны, разрушенный, взорванный танками, там, сожженную многоэтажку с рухнувшим подъездом, какие-то кровати, там, детские игрушки разбросаны. И тут же катаются на солнечной погоде, яркой на самокатах, слава богу, живые, здоровые детишки. Это такой диссонанс. Так вот это все врезается в голову. Ну, понимаешь, вот, когда вот мы ехали по этому городу, ну, вот реально просто тишина такая царила, потому что это просто потрясает глубину души. Это вот, ну, надо пережить, наверное, если кто-то готов к этому, чтобы до конца понять, что произошло и что происходит. Ну, и был еще в нескольких там городах. И самый большой опыт, наверное, я получил, мы много ездили. Я ездил по глубинке, украинской глубинке. То есть это вот села, они крупные, там у них какие-то громады называются, там, ну, как бы по-нашему это сельские, как бы, населенные пункты. Там вообще густонаселенная территория, мы построим на карту, там, видите, все мы знаем, вот, Лисичанг, Североданец и так далее, там зачастую города один с другого переходит. Они заканчиваются, то уже начинают с другой. Есть и так, а с другой стороны, все-таки регион больше аграрный, как мне кажется, хотя там и промышленность тоже неплохо была при советской власти развита. Аграрный, конечно, вот эти бесконечные, уходящие за горизонт поля, это вот то, что просто... Это Херсонщина, наверное, больше запорожье. То, что, да, то, что стоит перед глазами. Поля, поля, поля. Кстати, обрабатываемые. Несмотря на войну. Ухоженная война, войной, а кушать хочется, поэтому. Но о том, кем обрабатываемые и на каких условиях, это я попозже, наверное, расскажу. Хорошо. Ну вот, конечно же, интересно, на самом деле, вот, к примеру, Мариуполь. Что там было на самом деле, что рассказывают люди. Потому что, да, мы все привыкли, что на федеральных СМИ, ну, не все могут показать, рассказать. Просто я к чему. Я знаю, что наши, скажем так, коллеги украинские по ту сторону, они во всем обвиняют русских. Это мы разбомбили город и так далее. Но я просто вот как бы немножечко тоже лично. У меня друг, однокурсник, у него коллеги с Мариуполя. Вот, ребята, они одно время работали вместе, и сейчас как раз они были. И они ему звонили из Мариуполя, и они как раз говорили, что все, что наши федеральные каналы говорят о том, что не упускают, это правда. Они действительно говорят, люди хотят уехать из города, когда только все начиналось, пока еще город не разбомбили. Говорят, нас не выпускают, нас не выпускают из города. То есть, что говорят, что рассказывали местные жители вот о тех боях, о том времени? Мне довелось пообщаться очень близко с одной жительницей Мариуполя, причем она и сама там жила, и ее родственники, мать там, отец жители, ее семья. И она вот была просто буквально в гуще. Вот она сейчас переехала там в другой регион Запорожья, но у нее просто негде уже жить там, в Мариуполе все разбито. Но она вот прям была непосредственно участницей. Она рассказывала, это не в ее дворяне с матерью в разных домах жили, вот прям в ее доме, вот как показывают, так оно и было. Приезжают два танка украинских, причем без предупреждения, без всего. И начинают бить по полной программе, не по ее, правда, дому, по соседнему дому, по многоэтажке. А может быть, оттуда по ним стреляли? Нет, нет, нет. Это совершенно подготовленная акция. Рядом с танками позади стоит два микроавтобуса, там журналисты западные сидят. И вот эти танки лупят просто спокойно по мирному дому. Лупят, 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 приводят его в удручающее состояние, там обрушается несколько секций подъезда. После этого спокойно выходят журналисты западные, начинают снимать, делать синхроны на фоне этого дома. И рассказывать о том, что танки уже эти не показывают, они отъезжают, назад сдают. Говорить, что вот как только что был ракетный, там какой-то танковый, пушечный удар артиллерийский по многоэтажному дому. И вот что творят российская агрессия. Так вот, соседка ее матери выбежала на улицу к этим журналистам. Женщине надо отдать должное ее мужеству, ее решимости. Выбежала и стала говорить, она слышит, что там частично они на русском делают, там, видимо, для каких-то русскоговорящих регионов, ну, в том числе и на Украину же они обещают. И она говорит, як так, я видела, что это, говорит, украинские танки были там и символикой, флаги даже там были украинские. Ну, в общем, для нее закончилось все едва ли не трагически. И чуть зубы не выбили, загнали ее обратно домой, но, слава богу, хоть не убили. То есть, совершенно даже никто не стеснялся, ничего, то есть, полная идет фальсификация. Вот типичное было изготовление фейка, о том, о чем говорят. Просто показательно причем. Мы сейчас уйдем на небольшую рекламу, а потом продолжим рассказывать вам, точнее, мой коллега Дмитрий Нечаев, рассказывать о ситуации, которая творится в Новороссии. Человек был там не так давно, все делалось своими глазами. Не переключайтесь. В эфире снова программа «Тема дня». Мы сегодня рассказываем вам о том, что творится на Юго-Востоке, теперь, наверное, уже бывшем Юго-Востоке Украины, а по сути уже Новороссии. Дмитрий Нечаев не так давно там был в командировке, служебной командировке. И он сейчас нам рассказывает о том, что там творится на самом деле. Дмитрий, хорошо, и таким образом, что в итоге люди-то говорят? Они же все это, получается, видели. Эта женщина, да, она одна тебе рассказывала, но и другие такое видели. То есть, что сами же украинские военные разрушали город зачастую. Конечно, я не спорю. Было много ситуаций, когда наши снаряды подали дома, потому что в этих домах засели украинские военнослужащие. Вот местные жители это подтверждают, такие факты? Я вот местные жители с ними не говорил на эту тему, но говорил в том числе с военнослужащими, представителями силы охраны порядка. Говорят, да, что когда уже видно, что там, понимаете, очень много нюансов. Одно дело, вот приехали русские на танки, что сразу начали стрелять, почему не по подю. Это больше на украинскую тактику похоже. Не так, просто когда было освобождение города, шло, понятно, что на некоторых, особенно верхних этажах, вот даже в видео, которое мы можем посмотреть, видим, что в основном разрушены верхние этажи зданий. И в основном, конечно, там были оборудованы вот эти огневые точки, потому что, ну, понятно, с высоты легче бить по тому, что внизу происходит. И по стрелковым подразделениям, и по бронетехнике. Поэтому, разумеется, если видят войска, я так предполагаю, если они видят, что на верхнем этаже здания оттуда ведется огонь из крупнокалиберного, там, какого-то оружия, из гранатометов, из чего-то. Но понятно, что туда в ответку прилетает из танка снаряд, уже из российского. Поэтому, конечно, когда выбивали вот этих вот, так называемых, ВСУшников оттуда, то всякий сброд какой-то он только не собирался. Поэтому понятно, что, конечно, прилетало и отсюда. Но уже тут маловероятно, что все-таки это ввелось, огонь ввелся из тех квартир, где были мирные граждане, но вряд ли они в одном помещении находились. Поэтому я вот такого не слышал ни разу, ни от кого, чтобы кто-то сказал, либо местные жители, либо силовики, что хоть раз было такое, чтобы вот они видели, что находятся там мирные граждане, и вот те там машут из окон, там, не знаю, белыми флагами, и туда кто-то стреляет. Да нет, конечно, такого не было. А в целом Мариуполь сильно разрушена, по твоим ощущениям? По моим ощущениям Мариуполь разрушен сильно. Вот я в основном, правда, центральные улицы посещал. Ну, вот можно даже видеть по вот этим кадрам на видео, которые удалось мне снять, что, ну, примерно около 50% домов на центральных улицах так или иначе пострадали. Какие-то уже тотально пострадали, уже там ничего, их не восстановить. Какие-то дома частично, может быть, их можно будет восстановить. Пострадали не только дома, пострадали. Вот на кадрах можно будет увидеть и бензоколонки сожжены дотла. Какие-то предприятия пострадали сильно. Ну, и потом в Мариуполе, мы понимаем, под городом находится крупнейший мегазавод Азовсталь. Фактически он в черте города. Да, фактически, да, в черте города. И вот он по обеим сторонам дороги, вот мы когда проезжали, видно, что некоторые, я так понимаю, что, видимо, это его какие-то подразделения там какие-то, они вот еще даже дымятся до сих пор, вот идет дым черный. То есть еще вот пожар войны не до конца не потушен. Поэтому сильно пострадала инфраструктура, сильно пострадали жилые дома, сильно пострадали и промышленность. Ну, ты в начале нашей беседы сказал, что Бердянск почти не пострадал. А как-то тебе объясняли, военные, может, местные жители, почему так получилось? Бердянск, Роман, пострадал гораздо сильнее не от войны, а от тех лет украинской власти, которая там была. Дело в том, что там были достаточно серьезные, несмотря на то, что город курортный, вот там тоже несколько кадров я снял, видно, что такие солнечные пляжи, пустующие сейчас, потому что по понятным причинам отдыхающих нет, потому что там и мины в море можно наткнуться, там и порты минировали украинцы зачем-то. И понятно, что еще диверсионно-разведывательные группы работают, ДРГ так называемые, поэтому, конечно, ну, представьте, что это уже теперь полноценная здравница, туда хлынут отдыхающие, как это было во времена ОНИ. Ну, пока, конечно, об этом говорить. Был даже специальный поезд Москва-Бердянск, персональный поезд, мало какие города, согласись, имеют возможность, чтобы к ним именно персональный поезд ходил. У них есть к этому все предпосылки, чтобы восстановить вот эту рекреационную инфраструктуру, этот бизнес. Вот, например, у них, я не знал, у них есть так называемый Бердянский Артек, это, по-моему, Красная Гвоздик, что ли, называется, лагерь. То есть, ну, это, конечно, по масштабам, наверное, уже далековато, но вот как детский лагерь отдыха, полноценного отдыха, хорошего, он есть там, его, конечно, будут восстанавливать. Так вот, в советское время там были много предприятий, там были и заводы, производящие моторное масло, там были и Азов, по-моему, назывался кабель-завод, кабельную продукцию выпускали, там были предприятия, производящие, ну, там металлообработкой занимающиеся, выпускающие какие-то полимеры, по-моему, дальше. То есть, достаточно богатый список таких, ну, в общем, солидных предприятий с несколькими тысячами рабочих. Но вот, когда все это перешло к украинской власти, то все это начало стремительно деградировать. Даже крупные советские санатории, такие профилактории, там грязелечебницы, даже они, казалось бы, ну, тут-то уж как бы бериды и принимай прием. Нет, даже вот это все деградировало. То есть, остались какие-то предприятия частного бизнеса, но они были неполноценной заменой тому, что было. Вот там, например, есть какой-то завод был. Азмол, а из него какой-то агрепол, что ли, там местный олигарх сделал завод. Ну, так вот, по сути дела, этот олигарх, ну, я, конечно, свечу не держал, но местные свидетельствуют о том, что он выпускал контрафакт, по сути дела. То есть, ему гораздо выгоднее было выпускать какую-то, бодяжить какое-то масло некачественное там, да, что-то такое, нефтехимия какая-то, чтобы просто делать деньги. Ну, а уж что там происходило потом с потребителями, с их автомашинами, которые заливали, ну, это остается только догадываться. То есть, все это деградировало. Поэтому разрушение и деградация вот этого региона, Бердянска, она началась вот и прогрессировала. В начале 90-х. В начале 90-х и последние годы, когда под украинской властью все это, конечно, сдувалось. Вообще, знаешь, такое ощущение, когда ходишь по вот этим улицам, по этих городов, вот много вот этих советских машин, которые для нас уже в диковинку становятся. Ну, смотришь, как люди одеты, как они живут, там, быт их там. Вот такое ощущение, что это чем-то похоже на, может быть, даже наши не федеральные, ну, не центральные города, периферийные, но лет 15 тому назад, 10-15 лет назад, вот примерно так. То есть, конечно, в массе своей уровень жизни у населения, у простых людей там ниже, чем в России. Хотя, конечно, с некоторыми оговорками. Понятно, что у них там, ну, нету дерева, и у них в основном камень, поэтому сельские школы, там, деревянных, например, я не видел ни одной. То есть, они все из кирпича. Но почти все, что вот было сделано, это все было сделано в советские времена. Вот даже приезжаешь в некоторые села, видишь, даже в некоторых школах еще там вот так череда поколений, пласты такие, еще даже некоторые плакаты, видно, там дверь заколочена, еще советский, там, как-то для школьников, советский школьник, лучший школьник в мире, там, советские гербы, они им там, ну, какие-то там дырки затыкают. Потом видишь вот этот пласт, вот этой назойливо, навязчиво, навязываемой вот этой культуры украинской, когда вот это уже там идут, это все эти пропора, вот эти желто-блокитные флаги, вот эти нарисованы на стенах, там, ну, так в одной школе было написано «Слава СССР», прямо из кирпича выложено. Потом сбито слово «СССР», «Слава Украине» выложено. Теперь уже сбито слово «Слава Украины», ну, я, может, догадываться, что дальше будет выложено. То есть вот идут вот такие постоянные там пертурбации, смена эпох, смена реалий. Вот, ну и если говорить о том, наверное, какая главная проблема сейчас там стоит, вот даже... Да, вот, какая самая основная, на твой взгляд? Ну, нас были, вот, довелось встретиться с руководством, мы с Евгением Балицким встречались. Кто это? Балицкий, ну, это, по сути дела, глава Мелитополя, то есть вот этой вот части, да, ну, серьезная фигура, глава новой администрации. Их очень плотно курирует и Россия уже приезжает, федерального уровня оттуда чиновники. Вот, например, мы были на встрече с Кириенко, приезжал, очень грамотные позиции, в принципе, изложил. И вот я бы его словами сказал, что он говорит, просто вдумайтесь о том, каким мужеством нужно обладать и каким нужно решительностью обладать вот этим новым главам новых администраций, сформированных, чтобы занимать эти посты. Понятно, что они ходят с охраной, что там серьезные очень люди, там подготовленные, спецназ. Но это люди, которые просто под прицелами, там, десятков вот этих диверсантов находятся. И вот сотни людей с той стороны, с других стороны баррикад, они, конечно, мечтают их и физически устранить, и как-то их в плане властных полномочий урезать. Украинцы, конечно, уходя вот эти, ну, так называемые, как их называют, политические хохлы, да, вот это, потому что я к украинцам отношусь с большим уважением. У меня у самого там брат двоюродный наполовину украинец, тетка моя, тетушка украинка, диаспори украинской состоит. Но, то есть, для нас это абсолютно одна семья, один народ. Но есть вот такие, так называемые, политические упоротые вот эти люди, которые, конечно... Сведомиты, как еще называют, сведомые. Да, 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 которые абсолютно деструктивные позиции занимают. Вот, например, могу проиллюстрировать. Например, они делают все для того, чтобы не состоялся, не начался учебный год на освобожденных территориях. Значит, они давят на учителей, на директоров школ, призывают их не сотрудничать, как они говорят, с оккупантами и так далее. Но, если мы чуть дальше прокрутим, то понятно, что кто здесь крайним окажется? Крайними окажутся дети. Те, которые живут на этих территориях, которые никуда не собираются уезжать и не уедут никогда никуда. То есть, они останутся без полноценного образования. И так предполагает та сторона. А чего они так боятся? Почему, вот скажи, чего они так боятся, что ребенок будет изучать геометрию, к примеру, или алгебру, или рисовать учиться? Во-первых, мы посещали школы в заброшенных таких районах, таких глухих, я бы сказал, районах. И там очень бросается в глаза, что очень сильно, конечно, работала вот эта украинская пропаганда. Все наглядные пособия, все учебники. Вот мы сняли кадры, я снимал в библиотеке. Видно, что готовятся к новому учебному году. Все, вся литература, даже если это русский язык, все равно они на мою, все равно они на украинском языке. Все материалы, все стенды, все на украинском языке. Ни одного слова нет по-русски. Это сейчас уже они потихоньку начали заменять. При этом классы небольшие, вот мы были в одном там болгарском селе. Класс небольшой, из 12 человек в классе, только двое могут говорить на украинском. Даже после вот стольких лет вот этой пропаганды. И поэтому старательно все выжигалось, уничтожалось, испепелялось все, что связано с русским. Вот такая ситуация интересная. Мы пришли в одну из школ, я там тоже видео снял. Там есть такая инсталляция, как бы, ну, условно говоря, как будто бы заваленка украинская возле Мазанки. И сидит какой-то украинец со своей супругой. Тут какие-то крынки на заборе. И нам вот местный персонал говорит, ой, извините, это вот у нас еще осталось, это с прошлого мы это уберем. Мы говорим, да господи вас упаси, да не надо ничего убирать. Никогда Россия не призывала бороться с каким-то национальным культурой. Наверное, поддерживала. Я говорю, у меня моя тетя в России, участница украинского какой-то диаспо, там хора какого-то, что-то такое. Им деньги даже выделяют на то, чтобы они только спевали свои песни и там развивали свою культуру, поддерживали и так далее. Это наши государства в центре России занимаются. И тут, боже вас упаси, сохраняйте, ради бога. Только не надо делать кому-то назло, вот вопреки чьей-то культуре, вопреки чему-то желанию, не надо навязывать. Ради бога, пусть это будет, местный колорит, это здорово, это отлично, пусть сохраняется. Но там все делалось вопреки. Поэтому выжигалось все русское, несмотря на то, что оно было очень востребовано, и насаждалось насильственно вот это все, ну, я не говорю, что там чуждое, но многое просто контрпродуктивное. Поэтому вот все вот эти библиотечные фонды, они все формировались сугубо на украинском языке, ну, естественно, с определенным подтекстом. Даже, кстати, православные, я там снял Библию, вроде как православная у них культура, братьев наших, но уже вот даже видим, даже крест не православный на этой Библии, уже идет сильное вот это католическое влияние. Я не говорю о том, что это плохо, но мы говорим о том, что это, ну, подмена идет. Я понимаю, что там очень, кстати, Бердянск, он очень много конфессиональных городов, там есть и несколько даже еврейских там этих вариантов, и вот этих религий, там есть и баптисты, там есть и свидетели Иеговы, ну, то есть есть и деструктивные культы, а есть и официальные религии, да. Вот, но вот так из-под валь как бы задвигаются, как бы ключевые вот религии, которые являются, ну, субстратными такими основными, да, и подменяются вот так немножко с уклоном то в какое-то сектанство, то в какую-то вот больше католическую культуру. То есть, ну, для неокрепших детских умов он еще не понимает, где православный крест, а где католический. Но, тем не менее, вот уже Библия вроде как православная, но она уже не совсем православная идет. Ну, а я уже не говорю о совершенно другом. Это как бы еще так, только начало беды. А я уже не говорю о беде, о том, какая литература, какую довелось изымать в глухих сельских библиотеках. Ну, вот ты нам принес, что-то расскажи. Ну, вот расскажу. Вот приезжаем в глухую сельскую библиотеку, в глухую селе. Туда уже вот эти споры отравленные проникли. Вот книжка «Степан, Бандера и я». Здесь вот глазами изображен подросток и Бандера. Значит, глазами подростка, то есть как бы сомневающимся, очень тонкий заход. То есть это вот, ну, понятно, что это делали по велению западных аналитиков, там, западных психологов. Тут понятно, что работа была глубокая. Делала в Киеве, отпечатана книга. Делала киевская власть. Значит, глазами ребенка. Значит, сначала он как бы начинается с того, что он сомневается, говорит, почему у нас в классе висит портрет Бандеры, да, пособников фашистов. Ну, а и дальше, смотрите, кстати, книжка сделана, стилизована под школьную тетрадку вот такую, да, то есть как бы вот все, чтобы ребенка на психику это все ложилось как можно более гладко. Значит, сначала он сомневается, почему, как так фашист на стене висит. Потом он, значит, идет к своему брату, к библиотекарю, к каким-то взрослым, и те ему начинают рассказывать, что это оказывается героем. Посмотрите, даже символика такая, ну, с такой, такая фашистская стилистика. Ну, это все-то правый сектор. Вот, конечно, разумеется. Правосекторские цвета, черный с красным. Запрещенные в России организации. Значит, поэтому идет, значит, постепенно вот такое, то он как бы приходит к брату Андрию, тут ему рассказывают, что не такой уж и плохой Бандеры, что он боролся за освобождение Украины. Нигде не говорится о том, что сейчас тут будут факельные шествия, и люди, исписанные свастиками и рунами, идут с откровенно фашистскими лозунгами. Про это здесь ничего не говорится. Здесь говорится о том, что вот он страдалец, герой, и так далее, и так далее. И постепенно вот, ну, я же не буду цитировать всю книгу, постепенно перемалывается детское сознание, и в конце он приходит, должен прийти к выводу, вот мы так открываем последнюю страничку, он уже как бы обработан, он понимает, что как бы вышит герой, ему предлагается написать сочинение про Бандеру. И вот он говорит, когда мне, говорит, в конце четверти довелось писать Твир, это сочинение, то я уже знал, кого взять за образец. Конечно, я буду писать про Степана Бандеру. Прямо вот ему даже уже при написании Степан Бандера. И вот тут он уже должен сам изложить то, что ему в сознании заложили, написать, який он был герой Бандера. И понятно, что ребенок, закрепив в сознании, ну, это вот типичные окна Авертона так формируются, вот эту героизацию этого пособника фашистов, он, значит, излагает, какой он был герой хороший. И потом этот ребенок это будет транслировать своим сверстникам, своим там родителям, может быть, сомневающимся, бабушке, дедушке. Ну, пойдет это разносить по миру. Поэтому, ну, откровенно, конечно, подрывная деятельность ведется. Это вот прям даже формуляры из библиотеки. Обычная сельская библиотека. Ну, и я уже не говорю это о тех идеологических диверсиях, а я бы даже сказал, что это преступление против нравственности. Другие книги, которые мы видели, это, например, книга, ну, которая откровенно пропагандирует ЛГБТ-ценности. Это книга для младшего и среднего школьного возраста. Вот мы эту книгу тоже изъяли, передали ее специалистам сейчас изучить. Там, ну, я снял видео, вот она у нас на видео есть, про некую девочку Майю, у которой, это причем младший школьный возраст, у которой, не удивляйтесь, две мамы, которые очень любят друг друга, а папы у нее нет, папа у нее секретный донор. И все вот удивляются ее, как бы, одноклассники говорят, как такое возможно? Она говорит, да тут ничего удивительного нет, мои мамы очень дружные, и все это очень здорово, они любят друг друга, вот эти мамы-лесбиянки, как я понимаю, да, и еще любят меня, Майю, она пишет. И все это прекрасно. Ну, понятно, вот этот типичный овертон, когда закладывается вот эта дикая девиация совершенно, она закладывается в детское сознание, как нечто нормальное, приемлемое, достойное подражание. Это модель счастливой жизни с двумя мамами извращенками. Ну, то есть, я, конечно, считаю, что это преступление. То есть, получается, фашистская Германия, где при всем чудовищем режиме пропагандировали семейные ценности, тут называют, что она отдыхает, переплюнули своих учителей. Дело в том, что здесь хуже ситуация, чем фашистская Германия, потому что фашистская Германия, ну, там предполагает, что они как-то, Гитлер, наверное, какую-то часть своего общества хотел как-то в привилегированное положение поставить, а здесь с этим обществом вообще не считаются. То есть, здесь нужно, я так понимаю, главное добиться его полной моральной и физической деградации, вырождения и уничтожения. Вот еще такие подтверждения могу привести интересные примеры, уже из другой области. То есть, по тому, что диверсии идут идеологически, это понятно. Мы и другие там книжки изъяли. Вот, например, там, как трактуется событие крымские, это вот вторжение Украины в российской агрессии. Не иначе, только российская агрессия. То, что 90% с лишним поддержали на референдуме возвращения Крыма, про это здесь нигде я пробежался, книжки не скажешь. А три четверти или даже больше всех украинских частей, которые базируют в Крыму, перешли на нашу сторону? Да, про это здесь не скажешь. Здесь же это российская агрессия. Или вот, аннексия острова Крым. Хроника гибридной войны. А у них даже с географией все плохо? Да, конечно, с географией все плохо. Это вот до чего дошло? Люди вот, что в ППХ писали, остров Крым? Это что такое? Ну, Роман, это писали, наверное, те же люди, которые сказали, что Черное море выкопали древние Украины. Или они уже признают, что Крым отрезан от Украины навсегда, и поэтому это остров? Вот что, вот как можно писать книгу «Остров Крым»? Это уже что, по географии полу? Я думаю, что это нездоровая часть Украины навсегда отрезана, и хочет, чтобы она как можно дальше была отрезана. Там творится не пойми что. Вот мы были, например, сельская администрация, небольшой домик в селе. В этой администрации стоит оборудование. Ну, такое, бюджетного уровня, фотоаппаратик на треноге, и какая-то вот эта машинка для откатывания пальцев. Для чего все это? Они сами себе штампуют украинские паспорта, заграничные паспорта. То есть вот прямо сидят в сельской администрации, сами себе рисуют. Ну, как вот в том фильме с Вадимой Малиновкой. Да, тоже, что сказать, Пандополо себе деньги рисовал, а эти себе... Бери, бери, эти еще нарисуют. А может и деньги рисуют, может и гривны сидят рисуют. Не исключено. Сами украинские паспорта там очень легко отклеиваются, фотографии переклеиваются, другая. То есть там все на таком уровне. Вот я, например, мы пришли в одну администрацию, они сами себе ордена раздают. А, и ордена себе штампуют. Да, да, да. Вот я могу показать. Вот удостоверение. Называется оно какое-то посвящение за развиток ромади. Ну, это как бы за развитие сельского поселения. И сам вписываешь себе тут любую фамилию, и тут же себе выдаешь вот такой орден. Орден какой, прям ни дать, ни взять. Да, тяжелый такой, добротно сделанный. То есть, ну, вот чисто вот как вот в том фильме, да, когда на тебе орденов, на тебе отсыплют тебе денег. Ну, они же никакой ценности не имеют. Вот, к сожалению, да. Пока наша, к сожалению, СМИ, там пропаганда, она пока, в хорошем смысле пропаганда, она пока очень в таком, ну, дефицитном варианте находится. Вот мы ездили по деревням. Объясню почему. Во-первых, есть проблема с логистикой. Приехали мы в один из населенных пунктов, там лежит, ну, не знаю, килограммов 250 газет вот такие. Вот начали выпускать уже запорожский вестник газета выходит у них там. Есть специальное приложение там одного нашего федерального издания в Запорожье специально выходит. Есть у них таврический вестник, вот такая вот газета, Мелитополь там. Но дело в чем? Там очень большие вот эти сельские поселения, они очень, территорию огромную занимают. И Мелитополь, ну, это как вот, если на карте иголочкой уколоть, вот примерно такую площадь занимает. А вот это огромные вот эти громады, их очень трудно окучить. То есть мы приезжаем в администрацию, вот в одной администрации килограммов 200 лежит газет, а едем уже в глубинку, там километров за 50, за 60, там нет уже этих газет. То есть вот просто даже, как говорят, тупо довести, не на чем. То есть пока она приходит туда, эта газета, она приходит на третий, на четвертый день, я так предполагаю, если вообще приходит. Вопрос. Правда, ну, надо сказать, и украинских я тоже там не видел, печатных СМИ. По поводу телевидения. Понятно, что там было, конечно, зомбо-телевидение, вот это украинское, нашего не было. Вопрос там есть, вот сейчас приходит наш мультиплекс, в котором мы вещаем. Вот эти коробочки, там так называемые DVB, Т2, вот эти, да, они там очень больших денег стоят. Для украинцев 3,600, по-моему, за коробочку, это большие деньги. Сейчас наша власть этим озаботилась. Буквально, когда вот там я был, неделю назад, уже начали привозить бесплатно 15 тысяч коробочек к этих приставке телевизионной для приема цифрового телевидения. Но украинцы, особенно в глубинке, очень сильно отучены от телевидения. Они, да, вот они ему не доверяют, вот этому ни украинскому, ни какому. Русское, они его и не смотрели. И они, в принципе, вот я разговаривал с людьми, с местными, они, либо их надо вот как-то, ну, к этому приучать, возвращать. Но многие говорят, что у них телевизор уже давно накрыт тряпочкой, и они его не включали. Вот так мне говорили люди. А я говорю, откуда вы черпите информацию? Ну, у меня была возможность, я так вот, мы проводили встречи там с учителями, там с какими-то там представителями ветеринарных, служб еще там кого-то, ну, самые разные люди. И вот так удавалось иногда отводить сторонку людей и сказать, ну, так, скажите с глазу на глаз, на самом деле, откуда вы берете информацию, откуда черпаете? Ну, вот кто помоложе, это в основном интернет, это телеграм-канал, там еще теграм. Но, а мы понимаем, я вот даже так на встречах смотрю, там идет разговор, смотрю молодежь, в чем сидит, там молодые учителя, там еще смотрю, у него там открыт там фейсбуки, эти инстаграмы, а мы понимаем, чьи это СМИ, по сути дела, да, то есть откуда информация, мы же понимаем, кому принадлежат эти СМИ. Поэтому, ну, несмотря на это, вот даже я с молодыми учителями разговаривал, отдельно, тет-а-тет, вообще, вот так и говорится, без свидетелей, в общем-то, понимает народ, ну, не до конца протравили мозг, то есть на самом деле понимают. Когда я ему задаю вопрос, как вы думаете, а почему вот какой-то пожилой американец с другой стороны земного шара вдруг, ни с того ни с сего, резко озаботился ситуацией на Украине? Вот прям вот все это силы кладет на то, чтобы помочь этой Украине, когда перед ним весь мир, там, и Гонолулу, и Гондурас, и Вьетнам, и там, Аргентина. Американцы, которые здороваются с пустотой, ты про него? Да, да. Скорее, престарелый уже. Да, очень престарелый, и уже не вполне, по-моему, адекватный. Как-то, что это он ни с того ни сего вдруг озаботился, вот прям хлебом не кормить, дай помочь Украине. Ну, вы же понимаете, что за все приходится платить. Кстати, интересный момент. Я говорю, а вам чем-то помогает? Что-то я не вижу, где у вас помощь от Евросоюза, там, что. Ну, в общем, они мне где-то долго искали, в одном кабинете в классе нашли какие-то несколько компьютеров, им Корея, по-моему, подарила, или Китай. Ну, такие уже мхом покрытые компьютеры, старенькие, конечно. Ну, то есть, видимо, давно когда-то подарили. Я говорю, а дальше-то где чего? Вот ваше школа недостроена стоит, никто вам Евросоюз не помог достроить. Это недостроено, что якобы где-то чего-то в каком-то других районах, где-то вроде что-то давали какие-то деньги на школу, что-то такое. Но я этого своими глазами, мы очень много объектов территорий, нигде никакой помощи от Евросоюза никакого не видел. Значит, зато вижу, например, новые комбайны едут, причем дорогие комбайны такие, импортные, крутые, такие у нас даже такие, не всегда встреча. Я говорю, ну, вот смотрите, какая у вас техника. Они говорят, да, техника, но только все это принадлежит иностранным владельцам, проживающим в Европе. И сначала они говорят, вроде как что-то даже там рабочие, потом говорят, да зачем нам это надо? Просто работают работяги простые за копейки украинцы, те стригут всю прибыль себе и, естественно, все эти хлеба. То есть, мы когда ехали туда, вот это действительно караваны идут, фуры бесконечные, просто на километр растянуты, вывозится зерно. На украинских номерах вот эти машины идут. Это я вот, как говорит, сам видел, даже, может, где-то на видео снял. И задаешь вопрос, говоришь, ну, то есть, вы же понимаете, что это как бы вас, ну, лучше, так сказать, вас это последнее снимают. Да, он говорит, а как делать? И вот интерес такой глава этого района, у меня там на видео есть такой, интересно, физрук бывший. И он говорит, у нас, говорит, тут стали недавно англичане, дали денег дорогу строить, такую хорошую, говорит, дорогу асфальтовую. Говорит, ну, что-то, говорит, как там строится, не совсем там, где нам надо, говорит, там есть гораздо более важные направления. Когда они ее достроили, все стало ясно. Дорога идет к самому крупному зернохранилищу, и от этого зернохранилища эта дорога выходит к магистральной большой дороге, уже по которой их зерно гонится. И по ней поехали, поехало зерно в Европу. Вот. То есть мы видим, что западноевропейцы действуют абсолютно по тем же лекалам, по каким они действовали, мы все это, ну, знаем из истории, а старший поколение помнит. А в той же самой Африке лет 70-80 назад, когда, как нас и учили, вот эта колониальная географика, строится железная дорога, она ведет в порт, для того, чтобы просто вывозить ценные какие-то металлы и так далее. Но не более того, не для того, чтобы развивать всю эту африканскую территорию. Роман, вообще ничего не изменилось. Вот Запад нас на протяжении там многих столетий, мы знаем, как любят там в кавычках, все, понимаешь, все было очень недавно. Вот все там, вот этот наш физрук у нас вывел, говорит, пойдемте, я вам покажу один артефакт. Мы сходили, там у них и сохранились еще неразрушенные захоронения, и вот, ну, с времен Великой Отечественной войны героев наших. И они, говорит, хотели все перебить фамилии, все на украинский лад с вот этими их краткими. Вместо Александра, Олександра и так далее. Олександр, да, там вот эти и с точками. Но народ стал прям стеной, говорит, не дадим. Это вот, они вот так были в паспорте написаны, мы хотим, чтобы наши герои, и я этот памятник снял, у нас есть на видео, вот можно посмотреть, все эти фамилии давай сохранить. А буквально рядом с этим памятником, в каких-то 50 метрах, стоит мост, он еще до военной постройки, и вот этот физрук, он вспомнил, говорит, мне, говорит, еще отец рассказывал, на этом мосту стоял фашист, охранял его. И он, говорит, пока охранял, говорит, выбивал каким-то твердым металлическим предметом, свастику на мосту выбивал, и самолет фашистский. И вот мы даже это сняли, можно на видео посмотреть. То есть народ еще, люди еще помнят, тут еще историческая память о том, как это было. Они помнят, как от них вывозили фашисты чернозем, грузили эшелонами, вывозили земли плодородные. Они помнят, как эксплуатировалось население, как оно выбивалось, как оно уничтожалось. Для истории, вот эти прошедшие там 70 с небольшим лет, это, ну, это миг. То есть, в принципе, идет последовательная, однозначная позиция по угнетению славянских народов. То есть ничего не поменялось. Эксплуатация их, вывозу всего ценного, и, в общем-то, постепенному уничтожению этого народа. Ну, вот это надо останавливать, конечно. Скажи, на твой взгляд, вообще, что, в общем-то, сейчас требуется со стороны большой России? Какая помощь в отношении этих субъектов? Вот ты даже, наверное, удивишься. У них есть там проблемы, понятно, что там с ресурсами, там с газом. Газ у них, вот если говорить про цены, интересный момент. У них средняя зарплата учителя, например, была примерно там, ну, в районе 13 тысяч гривен учителя. Еще недавно гривна была одна к двум, то есть, ну, на наши деньги это там 20 с небольшим тысяч рублей, да? Но сейчас, вот, кстати, из-за чего еще саботаж в школах во многом учителя, ну, вот, например, в Бердянске пятая и девятая школы не выйдут, ну, пока не готовы выйти. Но я хочу сказать, что динамика позитивная, в целом население, настроение меняется в сторону поддержки России. Они такую, знаешь, выжидательную позицию занимают. Вот кто, типа, на конца верх возьмет, под того, типа... Ну, их можно понять. Можно. Мы же помним, как в 14-м году Мариуполь был уже наш, Иславянск был наш. Ну, потом, а люди поверили, люди вышли. В Харькове тогда ведь вышли на площади. Но мы оставили их, и их можно понять, ведь СБУ летует жутко. Когда мы вот эту книжку просили, ну, мы же не насильников пришли забирать, то библиотекарь боялась отдать. Она говорит, а как же здесь формуляр, номер входящий стоит. Когда эти придут, говорит, опять эти проклятые, эти азовцы, говорит, мне скажут, а где наши книги, а я, говорит, что им скажу. Но глава ей говорит, да давай, все, уже пришли. Она точно пришли. То есть вот в сельской библиотеке она еще сомневается. Точно пришли, точно навсегда. Точно это всегда будет. А как, откуда она знает? У них источников информации нет. У них нет еще пока телевидения наших, еще до сих пор не работает. Там местная Бердянская. Вот мы сейчас будем пытаться им оказывать содействие. Может быть, даже форпост сделаем с нашим каналом, как какие-то дружественные отношения установим. Сейчас хорошо идет от нас поддержка, надо быстрее делать, чтобы они наконец заработали. У них просто даже техники не хватает. Украинцы, интересно, когда выходили, вот, например, им нужно дороги сейчас восстанавливать. Сейчас идут, вот я там даже снял на видеоконвои, прямо из России, длинные вот эти грузовиков, там целые колонны идут. Уже техника работает, уже началось восстановление дорог там где-то местами. То есть так, причем основательно делают, глубокие, как они называют, корыты вот это выкапывают. То есть прям основательно на полметра там восстанавливают, новое покрытие делают. Но дело в том, что у них, в принципе, в том же даже Бердянске, у них есть неплохая, импортная, новенькая, абсолютно дорожно-ремонтная строительная техника. Фрезы вот эти вот, а эта техника стоит десятки миллионов. Это очень дорогая техника профессиональная. Так что сделали украинцы? Вот это очень характеризует, как они, если вы считаете, что это один народ, что это ваше теле, то ли вы собираетесь возвращаться, они когда уходили, топорами, кувалдами раскрошили в этой технике всю электронику. А это, ну, без электроники, это куски металлов. Ну да, это не ЗИС-3, который можно починить в поле. Конечно, а это профессиональная электроника, то есть, ну, это не то, что там какой-то там, в каком-то, не знаю, плеере, там, поменять что-нибудь, там, какой-то платы. Это очень серьезно. Резистор не купишь, короче. Конечно, это очень серьезная электроника, там, напичкана она эта техника. И они вот все топорами повырубали, там, какими-то перерубили провода, блоки целые вырывали, куда-то утащили, выбросили там все это. То есть, просто рубили за собой, сжигали мосты. То есть, никто там никуда возвращался, все все понимали. Никто там просто вот нагадить по максимуму. И в Херсоне они сейчас, Антоновский, он в своем смысле сжигают во всех смыслах. Поэтому они сейчас и долбят по мирным районам, чтобы просто оставить выжженную землю. Саша, прости, они же поджигают поля с посевами. Вот тоже ты слышал про такие истории? Я слышал по федеральному телеканалу. Тебе что-то местные рассказывали, вот эти, которые ты видел, бескрайние поля, что где-то там их поджигают. Нет, вот здесь их вовремя, их выбили, видимо, еще до того момента, когда уже стало все там колоситься и уже подсыхать вот эта вот пшеница. Их выбили до этого момента, и сейчас они в безопасности. Дмитрий, а какие еще проблемы, помимо того, что рассказал, стоят перед жителем вот этих освобожденных регионов? Ну, понятно, что помимо проблем там в ЖКХ, самая главная проблема это начать, сделать старт учебного года, чтобы были нормальные русские пособия, чтобы оказать методическую помощь преподавателям украинским, которые, в общем-то, считают, всегда себя считали русскими. Им просто нужна сейчас литература. В том числе и, может быть, организовать им курс повышения квалификации. Дать им русские программы, дать им русские наглядные пособия, учебники, вот это все. Но с этим всем работает федеральный центр. Еще одна такая проблема, она, может быть, какая-то удивительная, но проблема с безнадзорными животными. Там есть такой очень сильный лидер общественного мнения, там даже депутатка от районного собрания, женщина, ее зовут Валентина Мамай, фамилия такая Мамай. И вот она сама своими силами создала приют, там, примерно, на 300 голов, тянет на себе все это хозяйство, но в связи с печальными событиями, всякими там бомбежками и так далее, у нее она потеряла фактически свой бизнес, у нее там какой-то бытовой химии торговала. И сейчас у нее очень ограниченные средства, ну, просто нет денег даже на корма животных, ей нужны сухие корма. Я уже вот этот вопрос ставил, в том числе и на недавнем селекторе с федеральными депутатами, и тут с местными представителями крупнейшей российской партии переговорил. Ну, видим, по линии партии, мы будем какой-то пытаться оказать ей поддержку, может быть, и на уровне региона, оказать ей и ее четвероногим друзьям. Вот это вообще здорово, это признак выздоровления общества, в котором даже в трудные времена заботятся о братьях наших меньших и помогают тем, кто нуждается в помощи. Скажи, на твой взгляд, вот в итоге, твое все-таки мнение, каково будущее этих территорий? Что это будет? Это просто, это будет как вот, вроде бы, какие-то все-таки отдельные субъекты, которые откроют в России посольство и так далее? Или это просто будут субъекты нашей страны, которые в случае проведения, конечно же, референдума, если они одобрят вхождение, это будут субъекты России? Сейчас эти территории готовятся к референдуму. Мы, конечно, очень сильно упустили время. Вот все практически мне говорили, от мала до велика, разные страты там населения, мы опрашивали разные группы. Все говорили, что мы очень сильно упустили вот эти 8 лет. 8 лет – это практически половина поколения. То есть они говорят, если бы вы пришли в 2014 году, когда Крым переходил в Россию и возвращался, вас бы реально встречали с караваями и цветами. А за эти 8 лет была мощнейшая контрпропаганда, велась мощнейшая обработка мозгов, мощнейшая очернялась Россия всячески, как только можно, перерезали все наши источники информации. И поэтому население в значительной степени и зомбировано, и запугано, большая часть. И даже многие, кто сейчас вроде бы внутренне и поддерживает Россию, ну так на уровне кухонных разговоров, то они боятся об этом говорить слух. Диверсанты работают. Диверсанты сдают. Ну, их, понимаешь, моральное сильнейшее давление идет. Например, берут вот те, кто начинает сотрудничать, директора школ, учителя, начинают сотрудничать с новой властью, то на них, и они сразу попадают в разряда зрадники, предатели. Их там на каких-то сайтах начинают вывешивать, их начинают распечатывать фотографии, вешать их на деревьях и говорить, скоро мы вас по-настоящему повесим. И тогда, ну, можешь представить, что они живут в этом мире, и какое идет давление, какая обработка. А если это женщина, а если у нее семья есть. Ну, можете представить, да? Мужчина, отец и так далее. Не, ну, вас особенно, наверное, тяжело, представителям слабого пола. Поэтому, конечно, я этих людей во многом понимаю. Но грядет референдум, к нему идет подготовка. И мое ощущение, что Запорожье поддержит курс на воссоединение с Россией. И я думаю, что это будут, это будут все-таки российские территории, это будет часть большой, сильной России. Люди там живут трудолюбивые, там очень хорошие ресурсы. Единственное, что это нужно поставить на нормальные рельсы, это нужно не превращаться. Вражаться все-таки в инфраструктуру. Конечно, это нужно будет восстановить. Ты сказал, долгие годы украинское государство откровенно эксплуатировало советское наследие. Да. И они, вы знаешь, я бы не сказал, что у них какие-то такие очень сильные иждивенческие настроения. Они, большинство, конечно, есть там ряд учителей, почему они, кстати говоря, саботируют, потому что им Украина, тем, кто не встал на сторону России, платит две трети их зарплаты. И они, получая вот эти свои... Сейчас гривна дешевеет, она раньше была одна к двум, теперь одна к полутору. Она была с половиной, была уже к трем. Было к трем. А теперь уже к полутору и уже меньше от нее избавляются. Недавно девальвация. Но при этом не хватает российской наличности, особенно мелких денег, не хватает электронных сервисов. Украинцы тоже все порушили вот эти Сбербанки, ну, это как у нашей системы, там, банка какого-то. Да, у них этого нет. То есть у них для того, чтобы получить пособие, нужно три часа стоять на жаре очереди. А не так, как у нас, это блым-блым в телефоне, и тебе пришло там какой-то там, через госуслуги, там какая-то услуга пришла или там пособие на ребенка, например. У них для этого нужно часами стоять пока на солнце в очередях. И, ну, все это налаживается. Уже приходят и российские банки, там отвратительная связь. Сейчас приходят три оператора. То есть сейчас, именно сейчас вот прямо вот в это время, сегодня, вчера, завтра, это все идет в процессе наладки связи, электронных сервисов, госуслуг, СМИ, наладки там уже, строительство дорог идет, помощь идет, вот эти идут эшелоны целые, идут гуманитарки и так далее. Сейчас именно все вот в состоянии наладки. Когда все это будет налажено, когда все это будет по-честному, по-добросовестно, когда воссоединятся две части одного народа, я не сомневаюсь, что там дело пойдет налад. Там есть все для этого ресурсы, и агрокомплекс, и машиностроение, и там промышленное производство, и, конечно, огромные рекреационные возможности вот этого региона. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы сегодня говорили про то, что творится на территории освобожденной от уже пронацистско-украинского режима, о том, что делается в Новороссии. Наш коллега Дмитрий Нечаев побывал, все это рассказал нищито слов, этот человек видел все сам. А я в заключении программы хочу сказать всем нашим телезрителям, есть и у нас в России, в Тверской области люди, которые говорят, нет, Киев прав, украинцы защищают свою территорию. Вы знаете, я вот что хочу сказать, так свою землю не защищают. Когда украинцы выстроили мощный укреп район перед Мариуполем, но так как только началось русское наступление, сами местные жители говорили по телевизору, они тут же убежали в Мариуполь, потому что так проще защищаться, они тут же засели в катакомбы, так свой город не защищают. Советские войска в 1941 году стеной стояли и не стали убегать в Ленинград, который проще защищать. Огромный город, тоже подземелье Кировского того же самого завода, проще было там спрятаться за спиной ленинградцев. Стеной стояли советские солдаты и защищали. И то же самое Киев не сдавали до последнего, не убегали в город, не прятали спины мирных жителей. Поэтому могу сказать, что так свою землю, дорогие земляки, не защищают те, кто считает, что украинцы все правильно делают. Спасибо, Дмитрий, за интересный рассказ. Была программа «Тема дня». Мирного вам неба.